Клещи не любят солнце, предпочитая влажные, умеренно затемненные лиственные и смешанные леса с густой травой. Их можно встретить в лесных оврагах, на опушках, по берегам лесных ручьев, на лесных дорожках и тропах, поросших по обочинам травой. Период активации клещей наступает в конце апреля, а их активность может продолжаться до начала осени. Аппетиту и плодовитости их можно только позавидовать. Голодная самка при укусе выпивает крови в 100 раз больше собственного веса, а наевшись откладывает до 2500 яиц. Клещи представляют реальную угрозу для человека, так как являются переносчиками опасных заболеваний, наиболее распространенные из которых энцефалит и боррелиоз – болезнь Лайма. Клещевой энцефалит – это острое инфекционное заболевание, которое в основном поражает нервные клетки. И самая тяжелая инфекция в этом плане идет – это заболевание энцефалитом. Это не обратная инфекция, которая в дальнейшем может привести к летальному исходу. На территории Российской Федерации более 50 регионов считаются эндемичными по клещевому энцефалиту. Наиболее приближенные к нам – Тверская и Ярославская области. Для того, чтобы защитить себя от укусов клеща, необходимо правильно одеваться. Закрывать все открытые части тела. Желательно, чтобы на ногах были сапожки. Сапожки были, брюки были, значит, закрыты сапожками. На голове, особенно у девочек, у женщин должны быть платки. Ну и, естественно, есть очень большое количество дезодорантов, которые отпугивают клеща. Но к самым действенным мерам профилактики относится вакцинация. По плану мы выписали небольшое количество. Мы можем сделать не всем желающим, а те, кто выезжает в эндемичные районы. Для них у нас вакцина есть. Но у нас еще есть плановая, привычная компания, которую мы проводим вакцинацию и ревакцинацию жителям нашего города. Со слов главы администрации города, которая была в понедельник, он обещал содействие в получении данной, закупке данной вакцины. Но что же делать, если клещ все-таки вас укусил? В первую очередь не предпринимать никаких попыток самостоятельно извлечь насекомое и немедленно обратиться в хирургический кабинет. Но если такой возможности у вас нет, то есть несколько способов, которые можно применить. Парафин от свечи, спиртовой раствор или крепкая нитка. Если вы привиты от клещевого энцефалита, то никаких действий предпринимать не надо. Все равно нужно ждать. Если в течение недели, 10 дней никаких осложнений нет, то значит все нормально. Если человек привитой, то у него инкубационный период именно заболевания данной инфекцией удлиняется больше месяца. А если не привитой, то в течение 10-12 дней начинаются у него первые признаки данной инфекции. Если во время прогулки или придя домой вы обнаружили клеща, обязательно обратитесь в поликлинику и сдайте его на лабораторный анализ. По статистике прошлого года более 70 человек обратилось в больницу с укусами клещей. В этом году случаев пока не зарегистрировано, но это вовсе не значит, что защищаться от опасного насекомого не стоит.